Большинство агросамолетов внешне очень похожи друг на друга, низкопланы с фюзеляжами значительного объема, в которых размещены баки, а распылительные устройства монтируются под крылом. Вместе с тем, история авиации знает несколько попыток создания сельскохозяйственных самолетов с необычным внешним видом. При просмотре культового фильма «Безумный Макс под куполом грома» привлекают внимание не только постапокалиптические автомобили, но и причудливый самолет, идеально соответствующий атмосфере фильма и совершенно несравнимый на вид с настоящими самолетами. Это неуклюжая конструкция, получившая прозвище «Драндулет», на самом деле является немного переработанным сельскохозяйственным самолетом. Австралийский трансавиапиэль-12 «Яртрак» фактически представляет собой бак для химикатов с кабиной пилота, крылом, мотором, шасси и хвостовым оперением. Проект самолета был разработан конструктором Луиджи Паларини и построенный трансавиакорпорейшн из Австралии. Чтобы удовлетворить специфические требования к сельскохозяйственному самолету, конструктор выбрал очень необычную компоновку. Трансавиапиэль-12 «Яртрак» – это цельнометаллический, подкосный полутораплан, то есть вариант биплана, у которого одно крыло более чем вдвое меньше другого. Верхнее крыло двухлонжеронное, прямоугольной формы в плане, с трапециевидными законцовками, состоит из центроплана и двух консолей. Нижнее крыло меньшей площади, имеет прямоугольную форму в плане и двухлонжеронную конструкцию. Кабина установлена над тянущим оппозитным двигателем воздушного охлаждения, коротким фюзеляжем. Фюзеляж фирменной конструкции, сварной из стальных труб. Кабина летчика расположена над верхним крылом, имеет боковую дверь с правого борта. Под кабиной летчика расположен отсек двигателя, бак с химикатами, позади которого предусмотрена двухместная кабина для обслуживающего персонала. Вход в нижнюю кабину, через дверь в задней части фюзеляжа. Обтекатель двигателя, хвостовая часть фюзеляжа и верхняя часть, сделанные из стекловолокна. Пиэль 12, имеет шасси с носовым колесом и основными стойками, размещенными на нижнем малом крыле. Шасси трехопорное, неубираемое, с носовой стойкой. Все стойки с рычажными масляно-воздушными амортизаторами, снабжены одинарными колесами. Топливо размещается в двух баках общей емкостью 189 литров в верхнем крыле. Для увеличения дальности, возможно установка дополнительных центропланных баков, с которыми общий запас топлива достигнет 379 литров. Заправка самолета топливом осуществляется через заправочные горловины на верхней поверхности каждого полукрыла. Балки, в отличие от большинства самолетов подобной схемы, не соединены стабилизатором, на концах балок установлено Т-образное хвостовое оперение. Пробег на взлете у него на уровне моря, у пустого всего 82 метра, а с весом в 1855 килограммов, порядка 475 метров. С полной загрузкой он взлетает на скорости в 111, а пустой 74 километра в час. Свой первый полет он совершил 22 апреля 1965 года, а сертификат получил 10 февраля 1966 года. Производство было завершено в 1993 году. Всего было построено 118 самолетов различных модификаций, которые эксплуатировались в Австралии, Дании, Индии, Малайзии, Новой Зеландии, Таиланде, Югославии, на Тайване, в Восточной и Южной Африке. Было построено 8 модификаций этого самолета, многоцелевой грузовой транспорт, скорая помощь, передний воздушный контроль для перевозки пассажиров, а также как легкий штурмовик, самолет для борьбы с повстанцами. В 1971 году был выпущен многоцелевой грузопассажирский вариант PL-12. В этом варианте одно пассажирское место расположено в верхней кабине позади летчика, а вместо бака с химикатами четырехместная пассажирская кабина, имеющая пассажирскую дверь с левого борта. Благодаря своей конструкции PL-12 были полезными машинами и, что удивительно, эти грандулеты хорошо чувствовали себя в воздухе. Высокорасположенная кабина обеспечивала отличный обзор, а пространство под кабиной также могло использоваться для перевозки пассажиров или раненых. Из-за того, что эти самолеты создавались как типичные рабочие машины, до наших дней сохранилось лишь несколько экземпляров, попавших в музей Австралии, Новой Зеландии и Испании. Как минимум пять самолетов до сих пор в летном состоянии и еще порядка шести в музеях. На этом все. Для продвижения этого видео поставьте лайк, нажмите на палец вверх, а в случае если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые обзоры. Напишите в комментариях, видео на какую тему вы хотели бы увидеть.